Музыка 29 марта в администрации прошло общественное заседание, посвященное созданию в Десногорске территориального общественного самоуправления. Это не новая форма управления. Примеров по России достаточно много. В нашем городе не уделили в свое время этому вопросу должное внимание. А между тем такая форма самоуправления позволяет горожанам привлекать дополнительные средства для благоустройства и развития своей территории. Три, наверное, большие пользы следует определить от территориального общественного самоуправления. Это, во-первых, консолидация актива муниципального образования города и его конструктивного взаимодействия с органами местного самоуправления. Это решение насущных проблем по возможности каждого жителя, но хотя бы каждого двора. И это привлечение финансирования. ТОС может объединять микрорайон, двор, дом или даже подъезд. Основные направления деятельности самоуправления самые различные. Это благоустройство территории, озеленение, сохранение и улучшение общего жилищного имущества, создание на территории дополнительных комфортных условий. Всего того, что пожелают создать жильцы и примут на общем собрании. Для этого необходима активная инициатива от собственников жилья. Руководители муниципалитета уже сами идут навстречу собственников и гарантируют им всяческую пошаговую помощь в создании ТОСа. Глава постарался донести до собравшихся те преимущества, которые дадут горожанам создание на их территориях ТОСов. Территориальное общественное самоуправление не подменяет ни в коей мере ни одну управляющую организацию или другую организацию. Там находятся люди инициативные, которые заинтересованы в развитии нашего города и наших территорий. Чтобы через данное территориальное общественное самоуправление мы могли привести в город средства на развитие культуры, благоустройства и других ряд вопросов, которые сейчас существуют. Как пример модели он привел опыт взаимодействия между муниципалитетом и ТОСами в городе Урюпинск, Волгоградской области. Несколько предпосылок, из которых исходил город Урюпинск при начале формирования территориального общественного самоуправления у себя. Я думаю, что мы увидим здесь очень много похожего с нашим городом и, возможно, это нам поможет в дальнейшем. Из чего они исходили? Пункт 1. Низкий уровень бюджетной обеспеченности, не позволяющий органам местного самоуправления уделять внимание всем микрорайонам и районам города в сфере благоустройства и создания безопасной среды проживания, а также культурного досуга. Пункт 2. Неэффективная работа управляющих компаний на квартирных домах. Пункт 3. Недостаточное развитие территории городского округа в сфере благоустройства и озеленения. Пункт 4. Недостаток детских и игровых площадок, зон отдыха для детей, клуб по интересам. Пункт 5. Большое количество жителей Улюпинска, активных, инициативных, неравнодушных и готовых объединиться для достижения цели. С 2006 года ТОСы привлекли в город почти 150 миллионов рублей, участвуя в федеральных программах и конкурсах. По итогам встречи два жилых дома решились организовать ТОСы. Это третий дом первого микрорайона и дом номер 13 второго микрорайона. Одно из условий этой программы, это обязательное участие жителей не только проведение собраний, представлений, заявок, а и сопровождение данного проекта, в том числе форма контроля, когда подрядчик туда придет, и приемка выполненных работ. У вас, конкретно я могу сказать дом 1-3, если у вас есть желание, вы можете реально попасть в эту программу только уже в 2019 году. То есть вы можете уже сейчас, в этом году, провести то, что я вам сейчас сказал, общее собрание, представить протокол, представить заявку в комитет по городскому хозяйству. На их примере наш город должен увидеть, как будут работать ТОСы. Жителям достаточно организоваться и обратиться за помощью в администрацию Десногорска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова